добрый день как я обещал начнем работать с проблемой лоскости ламера хорошо теоретически часть я как-нибудь скажу сейчас скопируем вот этот проект наш шаблон 2 шаблон 2 и здесь создадим папку степ назовем 12 такой с 1 у нас несколько проекта насчет этой церкви и поставим этот проект сюда хорошо откроем проект не это показал откуда берем и с какого уровня мы начинаем работать думаю что вы сохранили этот проект проект в таком виде у нас значит просто есть у нас плоскости и заливка плоскости вот этой ситуации работают вот эти двички не все хорошо сразу перейдем коду я создаду переменные которой мы будем использовать вот вот отсюда мы создадим я сразу напишу хотели вот так напишет мы создадим а точку и вот между этими точками мы сделаем вот кривую для этого напишем вот так но и создадим значит переменная массивы для сохранения вот нашу дома напишем матрица ла гранж-поинт ла гранж-поинт ла гранж-поинт ла гранж-поинт стартовым и и здесь будет уже дай картовая и дисплейная массив для сохранения мы создали значит массива для сохранения координат вот этих точек точек и для дальнейшего вот использования это для знать а давайте здесь над дисплейные мы создавали сделаем сразу ведь и мы сейчас создадим для кривой то же самое назовем его назовем как же назвать просто матрица снова ландраж но сейчас кривой напишем куру и вот он будет стартовые координаты у нас будут и мы тоже самое сделаем для остальных здесь будет end здесь будет декортовая будет дисплейная думаю что все я делаю хорошо вот а мы создали переменные все эти а мы могли бы это не создать потом но я сразу все сделаю значит для того чтобы нам и значит имели возможность определить ска и сколько скольких а вот точек будет строится вот этот кривая ландража мы создадим еще одной переменной вот такую назовем его point count count чтобы вот точки количество . определить хорошо сейчас пойдем иначе формула от и формула здесь сделаем вот такую инициализацию вот сделаем вот сюда здесь напишем ландраж не хотят 50 нормально но если нужно будет то мы и это значение изменим значит создадим а здесь будем инициализировать точки сразу же напишем м x матрица будет стартовые координаты вот здесь будем определять стартовые координаты равна делаем вот что сделаем 88 точек 8 . для нас наверно хватит и 4 вот такой массив определим значит сейчас мы сделаем эти точки у нас будет вот нулевая точка 000 здесь будет один вот так сделаем сейчас 8 точек мы сделаем значит 1 3 4 5 6 7 8 вот определим вот такое сейчас мы вот 8 . значит вторая у нас пойдет x будет у нас 1 y значение y будет 2 второе пойдем следующий а пойдем следующий x будет 2 у нас здесь поставим y в четверку ну здесь определим 3 3 здесь 4 1 вот такую 4 1 можно было это делать и рандом но я сделаю так что все было понятно а потом если нужно будет то эту функцию тоже есть будем использовать если конечно нужно будет и здесь значит у нас будет 6 . поставим y в значение 2 и здесь последняя точка 7 . x поставим значение 7 y поставим значение 3 вот примерно на примерно вот такую такие координаты дадим а остальным x у нас будет and and мы определим его значение дадим тоже размеры будут у нас 8 на 4 а еще 2 картовые координаты у нас будут вот тоже те же размеры и у нас пойдет другой значит у нас дисплей на ими определили инициализируем это ради меньше он сделан у нас будет здесь он здесь обязательно чувствует регистр дисплей на и что же у нас романю а извините да точно точно быть мы же здесь не хорошо ну и сюда а сразу же инициализируемый кирпойнт напишем к и здесь будет матриц лангера стартовые плента и размеры сюда значит у нас будет и плюс один вот здесь меня сейчас скажу напишу и а четверка то мне сейчас остальные тоже напишу стартовые конечный результат уже и последние ну и хорошо массива до сделали сейчас значит у нас я потом вернусь к этому вот черты массивы массивы как бы начинает вот с этого у нас 1 2 3 4 5 8 но уже они вот это первое здесь уже обозначено находится в 0 0 позиции и а поэтому я здесь добавил одну потом когда цикл сделаем для этих точек я объясню и этот момент куда почему я вот один добавил сюда хорошо значит мы сделали уже все инициализировали давайте сейчас мы имеем точки хорошо сейчас обычно значит мы уже создали точки вот такие примерно вот такие точки уже создали и из этих точек вот мы сделаем вот кривую лангер же и сейчас мы значит массива создали массива вот этих точек давайте все эти массивы сделаем расчеты расчеты для однородных координат декортовых и переводим его на дисплейные и организуем показывать их точек на дисплее для этого первое что мы делали у нас есть механизм этот механизм оборот нам остается сюда а вот поставить вот здесь остальные для это давайте сейчас первое что мы делаем это мы уже эти точки поставим нашем пространстве просто умножим матрицы наших точек с генеральной вот трансформации матрицы трансформации результат поставим в конечную матрицу and and матрицу хорошо напишем вот такой метод назовем матриц трансформейшем ну пусть будет тут не имеет значение это просто вызови на методы сюда хорошо здесь будет умножение матриц мы дадим матрицу стартовый микс ланга вот стартовый вот эти восемь точек умножим его матрицу значит генеральный general transformation вот этот и результат поставим ланграш энд энд координаты вот все это уже все эти точки уже находятся в нашем пространстве вот уже мы имеем здесь и мы сейчас уже мы можем уже организовать вот перенос всего этого координата д картовую систему и дисплейную систему но мы так этому придем главное что мы это создали сейчас создадим процедуру уже для универсальную процедуру для отображения вот этих точек напишем напишем дров point вот такой мне дадим матрицу его и у нас дисплейные координаты назовем надо здесь назовем просто point координат сделаем какой-то универсальный метод для вот таких точек значит для цикла и для количества точек определим вот такие переменные сейчас же сразу же равно значит point вот этот получаем длину вот получаем длину чтобы уже сделать цикл и цикл целым таки равно 0 меньше но и переменная сразу же создадим перемен думаю здесь точно как каждый раз один за одно значение напиши читаем из массива из массива значение координаты x очередной потом и у нас игре уже стоит здесь вот так напишем и греки там стоит и читали координаты сделаем уже точки напишем дадим координаты и значит поставим 6 на 6 вот такое хорошо чтобы мы оказались центре центре давайте вот здесь минус 3 минус 3 сделаем вот так вот так ну и для красоты чтобы эти коточки красив были видны мы еще сделаем вот так здесь 10 10 центр и чтобы оказались 5 5 хорошо мы сделали и этот метод для отображения наших точек сейчас нужно делать так чтобы чтобы эти точки отображались давайте поставим вот такой мы если нужно показать покажем это если нет будем скрывать поэтому поставим вот так два чек-бокса контроль копируем контрол устанавливаем копию вот так пусть будет значит дадим его вот так имя checkbox вот так и назовем пусть будет так а текст значит текст напишем ну это наверное шоу ланграш поинт или ланграш поинт пусть будет так а так и так понятно а это для уже кривой ланграша напишем значит дадим его какой вот такое имя дадим текст свойства текста присвоим значение ланграш вот пусть будет так думаю от этого ничего не будет хорошо сразу создадим иван ты сразу же апдейт пиктер бокс поставить и еще сейчас все мы создали все там готово у нас есть система система которая уже отображает это и машины математический аппарат для расчета и графический аппарат для отображения нам оставится все это туда внедрить давайте сделаем это значит у нас есть математический аппарат вот сюда значит мы сюда поставим если мы говорим если вот чекбокс 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 ланграш чеки значит равно то тогда мы начинаем значит расчет матриц 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 у нас было трансформация ланграш вот этот трансформацию мы выполняем все там трансформация пошла потом переводим вот эту систему у нас энд координаты уже расчет пошли и сохранились вот в этом в этом массиве и результат сохраняет здесь где картовых координатах вот в этом массиве сохраняем и наконец рассчитываем в экранные карту один от конкурент дисплей координат и сюда узнать что у нас будет матрица где микс ланга вот результат будем сохранить в этом массиве а будем рассчитать вот микс декортовый из декортовых координат расчеты сделаем и сохраним дисплей не координаты вот математический аппарат прямо три строки и мы обеспечили расчеты и у нас остается значит об отображать их сразу же напишем вот если это вот именно это чеки все тру у нас surface вот здесь будет будем а вот этот наш метод который только что писали граф у нас было point point и передаем туда у нас микс на 3 целом гража дисплей координаты вот дисплейный координат этот массив даем ему чтобы он рассчитал и показал но я думаю что ошибок нету надеюсь что ошибок не делал посмотрим значит у нас пошло это ошибки не выдавал и поставим сюда до точки пошли ну думаю что нормально хотя и здесь давайте вот здесь я немножко поменяю чтобы было красиво вот здесь давайте вот этот сделаем было красиво запускаем на выполнение нашу программу и показываем да ну вот красиво наши точки получились у нас нормально по тем же данным которые мы сделали их можно видеть вот матриц полностью работает . полностью поворачивают они в 1 1 линии видно все пошло работает хорошо ну мы сделали эту работу получили значит точки и давайте посмотрим наверно теоретически часть немножко тоже изучим думаю что это нужно значит вот это определение вот этого процесса построение плоскости лангража вообще-то говорится так если мы имеем вот эти точки вот эти точки и эти через эти точки можно провести линию вот эти линии не будут друг другом пересекаться да а то через эти линии а можно создать вот плоскость вот основное определение плоскости лангража который мы вот построить интерпол ну чтобы построить вот эту плоскость сперва вот мы будем строить вот именно вот этот кривую лангража интерпол оценную кривую потому что он должен пройти по всем точкам вот по всем этим . и после чего уже мы попробуем создать уже нашу плоскость сразу же скажу что значит вот формула имеет вот такой вид значит напишем вот такой rt рт равно сумма вот такой суммы поставить и равно нулю к количество точек вот основная формула здесь л и это коэффициент и значит функции вот этого лангража здесь значит он имеет такой вид вот л и равно значит такое значение имеет умножение пойдет чем здесь равно нулю и еще же не равно вот не равно и и штук количество точек здесь т-т минус также вот у нас также и зеленые значит тоже самое это умножение пойдет и И здесь значит G, наше G, не равно I. Не равно I. И здесь будет, значит, вот T минус TG. T, извините, вот здесь T и TG. Вот это коэффициенты Лангренжа, которые мы будем считать. Ну, основное, вот уже сюда мы ставим вот эту формулу. Эту формулу ставим вот сюда. И у нас, в принципе, получается окончательный вид этой формулы. Здесь просто получится сумма, вот эта сумма, можно вот, я напишу вот просто так, чтобы. Вот эта сумма, сумма этого, n равно 0, здесь n и здесь r, n равно вот сумме этого, это и еще умноженное, вот умноженное на pi. Вот примерно такую ситуацию мы имеем, теоретическую часть, имеем точки. Мы должны рассчитать вот, рассчитать всю эту формулу и начертить вот то, что у нас будет. Ну, это теоретический часть, вот это все, это теоретический часть, это очень легко там сказали, написали, через интернет нашли все эти формулы и так далее. Определение, даже, которое я сказал, мы имеем точки, определенные точки, если по ним провести вот линию, кривую, и если таких точек в пространстве много, и если можно сделать вот эти кривые, и если эти кривые в пространстве не пересекаются между собой, то можно создать вот, используя эту формулу, плоскость вот через эти кривые, и эта плоскость, как бы называется, плоскость Лангра, вот это все теоретический часть. Ну, нам придется уже не теоретический часть, а реально сотворить вот вышеуказанную вот формулу, вот эту формулу в жизнь, и показать, как оно работает. Ну, давайте попробуем сделать это. Как же мы будем сделать все это? Значит, первое, мы создадим метод, специальный метод, который будет рассчитать коэффициенты Лангра, вот этот L и коэффициенты Лангра, и сразу же будем рассчитать значение, вот, функции, значение функции Лангра, РТ. Вот, вот, сразу же рассчитали коэффициенты, сразу же там умножение пойдет, и значение получили. Итак, второе, это будет главный метод при изучении вот функции Лангра же, мы создадим соответствующие точки, вот, создадим вот соответствующие точки, и дадим им соответствующие превращения, превращение, вот, мы через эту точку, мы имеем вот точку, и будем вот так превращивать, пойти на следующую точку, по очереди. И отправим результат, результат вот этого превращения в эту формулу, и будем рассчитать поочередно коэффициенты Лангра же, и получим окончательный, вот, ответ. И окончательный ответ поместим в массиве, вот, главный метод делает это, то есть, дает превращение на следующую точку, это не эти точки, мы в этом интервале, этот интервал тоже будем делить, я сейчас скажу. Вот именно превращение, второй метод получит это превращение, даст суда на расчет, получит результат, и этот результат поместит в массиве, чтобы потом мы отображали вот это суда и могли всю трансформацию сделать, поэтому мы сохраняем результат в нашем массиве. Чтобы мы смогли вот осуществить вот эти два метода, мы должны еще создать третий метод, дополнительный метод, который будет рассчитать вот превращение, вот это превращение, вот delta x назовем, или delta t, у нас t пойдет, давайте delta t, вот это превращение. Что же будет он делать? Он найдет самое минимальное число вот этой точки и максимальное значение, это по x, максимальное значение, вот по x, вот это максимальное, эта точка может находиться здесь, может находиться здесь, не имеет, поэтому мы должны вот найти минимальное значение по x первой точки и максимальное значение последней точки. Вот когда мы определили минимальные и максимальные точки, мы берем вот этот интервал, уже находим этот интервал. Там у нас будет, здесь x-minimum будет, а здесь будет x-maximum, значит мы снимаем с этого, с x-maximum, с ним x-minimum, и разделим на нашу точку. Мы имели paycount, вот такую переменную, который равно 50, нет, и получим вот минимальный размер той части, по которой мы будем решать вот эти значения. Вот этот delta t, этот интервал мы получим, и будем разделить вот эту часть, вот все это, вот такие мелкие на такие мелкие размеры. Получим для каждого, вот этот размер мы получили, этот размер даем сюда, здесь идет уже расчет для каждой точки, вот эти 50 штук мы разделили, вот здесь 50 штук. Разве для каждой точки мы считаем коэффициенты, мы считаем результат лангранжа, и сохраняем вот сюда, где-то мы сделали 51 штук в массиве. А, да, почему я сделал еще, скажу 51, там был paycount, вот здесь я добавил там в массиве 1, вот. Это я добавил, когда мы сделаем превращение, вот мы идем в эту точку, а первая точка у нас остается пустой в массиве. Сразу же в этот массив мы вот эту нулевую точку поместим, чтобы почертили вот эту линию. А потом уже вот этот будет последний. И у нас в принципе получится, что массив будет на 1 больше. Поэтому я просто добавил вот эту одну в массиве. наверное, думаю, что я объяснил, объяснил, ну здесь у нас остается, я не знаю, интервал вы поняли, вот у нас имеется x минимум, x минимум, вот так, x максимум, ну здесь максимум, и мы делим это на части, вот это так, 50 на 50 сделали, 50 можно 200. И вот мы получаем вот этот самый маленький часть, вот скажем, вот этот интервал, и согласно этому интервалу мы будем рассчитать, уже имеем x, будем рассчитать значение y и получить вот этот функт. Хорошо, думаю, что теоретический часть я и механизм, механизм создания я уже сказал, все сказано. Ну и перейдем мы уже к реализации, вот, уже теоретический часть. Хорошо, первое, что мы сделаем, значит, нахождение вот этого интервала, напишем вот такую функцию. Назовем его максимум, ну вот так, назовем это определение максимально-минимальное значение и интервала, соответственно. и напишем и переменная и интервала, вот такие переменные создадим. Сингл x минимум, x максимум, L сразу равно, значит, у нас точки есть, матрица, матрица Лангранжа, и там у нас 8 точек стартовые, да, вот. Вот, получаем длину, вот, get link, значит, это получили. Сразу же дадим x минимум, скажем, вот x минимум у нас равно вот этих, нулевой точке, вот скажем, у нас минимум это, чтобы дальнейшее сравнение обеспечить. x максимум тоже, ну, это мы даем, потом мы уже начинаем определить. И уже в цикле будем искать вот, вот это значение. Напишем вот цикл такой. вот, сделаем, напишем, если так, нулевой точкой, да, если Вот так это нахождение минимума и максимум. Продолжение следует... Вот и все. Я думаю, что... А, извиняюсь. Я думаю, что все изол. И после того, как мы нашли минимальное и максимальное число, рассчитаем интервал. Сразу же... Давайте вот здесь создадим переменные. Назовем его просто интервал. И напишем вот здесь... Значит, равно x максимум минус x минус... И деленное на pcount. Количество точек. Хорошо. И возвращаем это значение. Так. Возвращаем интервал. Вот. Значит, наша функция. Максимум, минимум. Ну, у нас уже 45 минут уже сделано. Давайте у нас еще долго, долго работать с этим проектом. Давайте этим закончим. А потом уже мы рассчитаем остальную часть программы. Мы рассчитаем там коэффициенты лангража. И сделаем механизм отображения вот этой кривой. Но это сделаем на следующем уроке. На следующем уроке. Давайте сегодня закончим. Ладно. Хорошо. Пока.